Все прогрессивное человечество, которое с утра посмотрело мой ролик о том, что он начудил телеканал СТБ, освещая ситуацию в городах Донбасса, помнит мою фразу о том, что Алексей Смирнов, российский волонтер, обещал мне предоставить еще некое видео. Видео, которое должно было показать отношение жителей к тому, что разместил телеканал СТБ. А я получил от него намного круче видео, на самом деле то, как журналистка снимала, и то, что ей рассказывали, снимали параллельно умные ребята. Поэтому вот так вот все начиналось. Батальон, который занимается помощью вывозом бизнесов, спасаем детям из патралов, в многих случаях детишек спасаем, вывозим раненых, мирных жителей, то есть в основном первых жителей помогаем. Ну, понятно, в сюжет это не вошло. Не вошло в сюжет и вот это. Уважаемый Порошенко, Петр Алексеевич, пожалуйста, посмотрите со своего Киева, там, где вы сидите, на нас, на наши Дебальцева, несчастные. Как мы раньше жили, как мы теперь живем. Что вы делали с нашим городом, с нашими детьми, с нашими домами? Вы приедете на минуту и посмотрите, что у нас. Ну, нехорошо как-то передавать такие приветы Порошенко на украинском телеканале. Посадить могут или редакцию сжечь, правда? Не вошло в сюжеты вот это. Восьмой месяц, восьмой месяц. Не можем выйти, потому что, ну, еще не совсем тихо боимся. Разбили у нас в квартире отопление, унитаз, и холодно очень. Вот в таких, это условия еще у нас хорошие, как говорится, самые. И эта женщина, с которой общалась журналистка СТБ, как-то, ну, почему-то не попала в сюжет. Вот, вы, Комендарь, я просто нападусь как мать в море, он не помог ей донку или лекарства достать. И вот, ну, что я могу сказать, что там его мировоззрение, его, как он для себя решил, но нас он не обижал здесь. Благодаря ему, вот у нас тут военные, ну, столько благодарностям. Вы всегда поддерживали ДНР? Да, мы голосовали, 0,6% Дебарцева голосовали за ДНР. А сейчас, что вы хотите сейчас? Что это здесь? Миром. Чтобы не стреляли, очень страшно. Очень страшно, когда стреляют. И стреляют, вы понимаете, как стреляют, отъезжают танки и разворачиваются, и стреляют по городу, в город. А потом говорят, это террористы, вы все террористы, вас всех убить надо. Вот это, наверное, было страшно. Вот этот момент, где она рассказывает о материальной помощи, не пошел в сюжет. Но она вообще, честно говоря, не пошла в сюжет. Понятно почему, да? Слушаем. По тысячу гривен, и то не все в базе данных есть, но я не получила, потому что мне нет базы данных. Не знаю почему, баз данных славянских. Это уже помощь в ДНР, правильно? Да, в ДНР. Да, и тем не менее, этот вопрос решается. Сегодня заммыра по социальной политике обещала решить и должны выплатить. И вот это не пошло в сюжет. Хотя журналистка, ну вы посмотрите, она явно под впечатлением. Сдерживает слезы. И эти реалии быта также прошли мимо украинского телезрителя. У нас три семьи. Вот двое, вот двое, и мы двое. Шесть человек. Сентября месяца. Дома стекла побиты, ни одного окна целого, холодно. Свету только дали, воды, ничего еще нет. Тут хоть ниоткуда не дует. Вот мы пока тут находимся. Ну все, берегите себя аккуратненько. Спасибо вам большое, что вы зашли на нашу сторону. А то бомбоубежище, дорогу знают, все время идут и идут, а к нам никто. Ну все, мы теперь помогаем. Ну спасибо вам большое. До свидания. До свидания. А что же пошло в сюжет? Ну что пошло в сюжет, то вы можете найти, в общем-то, это не проблема. В сюжет пошло то, что я показал в предыдущем видеоблоге. И после этого задаются какие-то вопросы. Почему там не любят там украинских журналистов? Почему так мало украинских журналистов получают аккредитацию? Почему то? Почему это? Делать выводы под такого рода видеоблогами я считаю глупым. Сделайте вывод сами. Все прогрессивное человечество, которое с утра посмотрело мой ролик о том, что он начудил телеканал СТБ, освещая ситуацию в городах Донбасса, помнит мою фразу о том, что Алексей Смирнов, российский волонтер, обещал мне предоставить еще некое видео. Видео, которое должно было показать отношение жителей к тому, что, в общем-то, разместил телеканал СТБ. А я получил от него намного круче видео. На самом деле, то, как журналистка снимала, и то, что ей рассказывали, снимали параллельно умные ребята. Поэтому вот так вот все начиналось. Мы батальон, который занимается помощью вывоза движенцев, спасаем людей от капли из паклала, в многих случаях детишек спасаем, вывозим раненых, мирных жителей, то есть, в основном, первые жители не помогают. Вы добровольны спасли? Конечно, мы приехали добровольны для того, чтобы спасать людей. Ну, понятно, в сюжет это не вошло. Не вошло в сюжет и вот это. Ну, нехорошо как-то передавать такие приветы Порошенко на украинском телеканале. Посадить могут или редакцию сжечь, правда? Не вошло в сюжет и вот это. Восьмой месяц, восьмой месяц. Не можем выйти, потому что, ну, еще не совсем тихо боимся. Разбили у нас в квартире отопление, унитаз. И холодно очень. И вот в таких это условия еще у нас хорошие. У людей. Как говорится, самые... И эта женщина, с которой общалась журналистка СТБ, как-то, ну, почему-то не попала в сюжет. Вот, вы, Комендарь, я просто наклонюсь как мать в море. Мне помог ей женку и лекарства достать. И вот, ну, что я могу сказать? Что там его мировоззрение, его... Как он для себя решил, но нас он не обижал здесь. Благодаря ему, вот у нас тут военные, мы столько благодарностям. Вы всегда поддерживали ДНР? Да, мы голосовали, не 0,6% Дебарцева, а голосовали за ДНР. А сейчас, чего вы хотите сейчас, чтобы что-то здесь? Миром. Чтобы не стреляли, очень страшно. Очень страшно, когда стреляют. И стреляют... Вы понимаете, как стреляют... Отъезжают танки и разворачиваются, и стреляют по городу, бьют в город. А потом говорят, это террористы, вы все террористы, вас всех убить надо. Вот это, наверное, было страшно. Вот этот момент, где она рассказывает о материальной помощи, не пошел в сюжет. Ну, она вообще, честно говоря, не пошла в сюжет. Понятно почему, да? Слушаем. По тысячу гривен, и то не все в базе данных есть, я не получила, потому что мне нет в базе данных. Я не знаю почему, в базе данных славянских. Это уже помощь в ДНР, правильно? Да, в ДНР. Да, и тем не менее, этот вопрос решается. Сегодня заммыра по социальной политике обещала решить, и должны выплатить. И вот это не пошло в сюжет. Хотя журналистка, ну вы посмотрите, она явно под впечатлением. Сдерживает слезы. Видите, что он играется, моя внучка, его девочка, говорит, стирай быстрее, пока не стреляют. А потом расстреляют. Я смотрю, я расстреляю, кладись на пол. Четырнучка, пятый день уходит в садик. Там сейчас психологи с понедельника, будет с Донецка. Девочка, конечно, умница, все, боится. И психика, нарушена ребенка. И эти реалии быта также прошли мимо.